Если кто-то не следил за шпионскими играми в Беларуси, тогда это лицо, скорее всего, вам не знакомо. А это Денис Ивашин. Собирал информацию, представляющую интерес для украинской стороны. При этом работал якобы журналистом. Был редактором белорусской странички украинского проекта «Информу Напалм». О самом проекте чуть позже, а сейчас несколько деталей. Был активистом БНФ, участвовал в акциях протеста. В 2014 году начал позиционировать себя как сторонник правого сектора. Выехал в Украину, где участвовал в Евромайдане и беспорядках в Киеве. Что касается «Информу Напалма», нашими спецслужбами установлено, что ресурс создан 72-м центром информационно-психологических операций. И в компании этих ребят работал Денис Ивашин. В результате изучения деятельности белоруса Ивашина стало понятно, что он работал под куратором из Киева под вымышленным именем Роман Бурко. За выполнение поставленных задач он получал вознаграждение. А задачи были такие. Собрать информацию о российско-белорусском военном, политическом, экономическом, культурном сотрудничестве, ситуации в вооруженных силах, проработка сотрудников силового блока страны, а также бывших военнослужащих украинского спецподразделения «Беркут», которые переехали в Беларусь. По поручению куратора фигурант активно включался в работу по сбору и анализу накоплению интересующих иностранную сторону сведений. Сохранял на разные носители. Так он собрал данные о силовом блоке, объектах инфраструктуры и органах власти, но не успел передать. На счет Ивашина периодически поступали деньги. Проверка показала высокий уровень украинской разведки. Вы были на официальных мероприятиях, с кем-то еще, может быть, общались? Ну, с Кизимом, ну, так, нет, если просто, ну, у меня же... Посол украинка? Так, как? Харинный дипломат, военный атташе... Ну, только визитка у меня, вот, например, то, что вы сегодняяли... А, визитка как... Нет, нет, размываний о технике не было. Не было. Но это визитка была, ты получила? Ну... Ну, ну, такие вам позвать. Прием вышел, ну, написал на мою электронную почту. Ну, до этого он звонил, может быть, или... Нет, 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 встречались... Нет, николе, николе по знамежами, николе не было понятия, все встречало. Исключительно было, и визитка, и визитка, и визитка, и визитка, и визитка, и визитка. В отношении Ивашина возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 365, вмешательства в действие сотрудника органов внутренних дел и 356. Ивашина возбудены и data с limbicом good man, чаепятность и체, визитка. Ивашина возбуждены и техника, ищите средства. Продолжение следует...